мир математики огромен и полон удивительных концепций одной из таких концепций являются комплексные числа комплексные числа могут звучать пугающе но на самом деле это просто расширение вещественных чисел с которыми мы сталкиваемся каждый день представьте себе числовую прямую а теперь представьте вторую числовую прямую перпендикулярную 1 пересекающуюся с ней в нуле это основная идея комплексной плоскости где мы представляем комплексные числа комплексные числа состоят из двух частей вещественной и мнимой вещественная часть это число с которым мы знакомы например 12 или минус 5 мнимая часть это то где все становится интереснее она включает в себя мнимую единицу и которая определяется как квадратный корень из минус единицы поначалу это может показаться странным поскольку мы привыкли к тому что возведение в квадрат любого вещественного числа всегда дает положительный результат несмотря на название мнимые эти числа имеют вполне реальные применения это не просто абстрактные математические конструкции это незаменимые инструменты в различных областях от электротехники до квантовой механики комплексные числа помогают нам понять и моделировать мир вокруг нас отправляйтесь в путешествие чтобы исследовать увлекательный мир комплексных чисел мы раскроем их тайны поймем их свойства и обнаружим их замечательные применения в различных областях комплексное число обычно представляется в виде а плюс бай здесь а представляет вещественную часть а а б мнимую часть и это мнимая единица которая всегда напоминает нам что мы имеем дело с числом выходящим за рамки традиционной числовой прямой давайте рассмотрим несколько примеров число 2 плюс 3 и это комплексное число его вещественная часть равна двум а мнимая трем аналогично минус 1 минус 4 поймь это другое комплексное число с вещественной частью равной минус 1 и мнимой частью равной минус 4 мнимая единица и лежит в основе комплексных чисел она определяется как квадратный корень из минус единицы концепция которая изначально поставила математиков в тупик в конце концов как число умноженное само на себя может дать отрицательное значение вот где нам нужно расширить наше понимание чисел мнимая единица и не помещается на традиционной числовой прямой но она существует как отдельная сущность которая позволяет нам решать уравнение и моделировать явление которое ранее было невозможно охватить только вещественными числами визуализировать комплексные числа бывает непросто так как они не укладываются на обычную числовую прямую вот тут-то и приходит на помощь комплексная плоскость представьте себе двумерную плоскость похожую на график с которым вы возможно сталкивались в алгебре горизонтальная ось часто называемая вещественной осью представляет вещественную часть комплексных чисел вертикальная ось называемая мнимой осью представляет мнимую часть каждая точка на этой комплексной плоскости соответствует единственному комплексному числу например комплексное число 2 плюс 3 айки мы будет представлена точкой расположенной на 2 единицы правее начала координат вдоль вещественной оси и на 3 единицы вверх вдоль мнимой оси аналогично минус 1 минус 4 и мы будет находиться на одну единицу левее и на 4 единицы ниже это геометрическое представление невероятно полезно она позволяет нам визуализировать комплексные числа и понимать их взаимосвязи сложение например становится таким же простым как проведение векторов от начала координат к точкам представляющим складываемые комплексные числа а затем нахождение диагонали образованного ими параллелограмма как и вещественные числа комплексные числа можно складывать вычитать умножать и делить поначалу эти операции могут показаться немного необычными но они следуют определенным правилам которые обеспечивают согласованные и значимые результаты сложение и вычитание просты мы просто складываем или вычитаем вещественные и мнимые части по отдельности например 2 плюс 3 и плюс минус 1 минус 4 и даст 2 минус 1 плюс 3 минус 4 и что упрощается до 1 минус и умножение немного сложнее но следует логической схеме мы умножаем комплексные числа как двучлены помня что и в квадрате равно минус единицы и так 2 плюс 3 и умноженное на минус 1 минус 4 и будет вычисляться как минус 2 минус 8 и минус 3 и минус 12 и в квадрате что упрощается до 10 минус 11 и эти операции могут показаться абстрактными но они имеют решающее значение для манипулирования комплексными числами и их использование в различных приложениях от решения уравнений до моделирования физических явлений эти операции являются строительными блоками для работы с комплексными числами раздел 5 комплексные числа в действии применение в реальном мире и значения значение комплексных чисел выходит далеко за рамки теоретической математики это незаменимые инструменты в различных областях позволяющие решать задачи и понимать явления которые невозможно было бы охватить используя только вещественные числа одно из заметных применений электротехника комплексные числа используются для представления переменных токов и импедансов они упрощают анализ цепей содержащих конденсаторы и катушки индуктивности которые ведут себя по-разному при переменном токе по сравнению с постоянным током в квантовой механике комплексные числа играют фундаментальную роль в описании волновой функции математической функции которая содержит информацию о состоянии квантовой системы волновая функция имеет присущее ей комплексное значение а комплексные числа необходимы для понимания таких явлений как квантовая запутанность и суперпозиция помимо этих областей комплексные числа также используются в обработке сигналов теории управления гидродинамики и теории хаоса их способность представлять вращение колебания делает их ценными инструментами для моделирования и анализа различных физических систем раздел 6 путешествие во времени исторический контекст и эволюция комплексных чисел история комплексных чисел это увлекательная история математических открытий и эволюции это путешествие которое началось со скептицизма и неопределенности но в конечном итоге привело к широкому признанию и пониманию мощи и полезности этих чисел концепция комплексных чисел возникла в 16 веке вызванная попытками решить кубические уравнения такие математики как джирала маккардано столкнулись с ситуациями когда решение включали квадратные корни из отрицательных чисел первоначально отвергнутые как бесполезный и просто уловка эти числа постепенно получали признание по мере того как математики разрабатывали правила обращения с ними термин мнимый был введен рене декартом в 17 веке отражая первоначальный скептицизм в отношении этих чисел однако такие математики как рафаэль бомбели разработали правила арифметики комплексных чисел проложив путь к их более широкому признанию со временем важность комплексных чисел стала очевидной их способность упрощать тригонометрические расчеты была признана абрахамом демуавром и леонардом эйлером которые установили ключевые тождества включающие комплексные числа геометрическое представление комплексных чисел введенная каспаром веселем и жаном робером аргоном еще больше укрепило их место в математике раздел 7 комплексные функции и их области определения углубляемся в комплексный анализ комплексный анализ углубляется в изучение функций с комплексными переменными открывая новое измерение в исчислении и анализе в этой области исследуются такие понятия как сходимость непрерывность и дифференцируемость в контексте комплексных чисел открывая уникальные свойства не существующие в вещественном анализе центральным понятием в комплексном анализе является голоморфность свойства более сильное чем вещественная дифференцируемость голоморфные функции характеризующиеся удовлетворением уравнением о шеримана обладают замечательными свойствами такими как бесконечная дифференцируемость и полная определенность своими значениями на любом малом открытом множестве комплексный анализ имеет широкое применение в различных областях таких как гидродинамика аэродинамика и квантовая механика он предоставляет мощные инструменты для решения задач связанных с потенциальным потоком конформными отображениями и комплексным интегрированием раздел 8 за пределами комплексных чисел кватер не он и акта не он и и расширение высшие измерения хотя сами комплексные числа являются расширением вещественных чисел идея расширения числовых систем на этом не останавливается существует обобщение и связанные понятия основанные на идее комплексных чисел которые приводят к еще более богатым алгебраическим структурам одним из таких обобщений является область кватер неонов обозначаемых edge кватер неоны это числа вида а плюс бай плюс си джей плюс дка где ай джей и к это мнимые единицы с определенными правилами умножения в отличие от комплексных чисел умножение кватер неонов не коммутативно еще одним расширением является в область окта неонов обозначаемых у окта неоны еще более сложны чем кватер неоны с восемью компонентами и не ассоциативным умножением эти числовые системы наряду с комплексными числами относятся к особому классу алгебр называемых нормированными алгебрами с делением раздел 9 неподвластное времени привлекательность комплексных чисел свидетельство математической красоты и полезности комплексные числа являются свидетельством мощи и красоты математики встреченные поначалу со скептицизмом и непониманием они стали незаменимыми инструментами в различных областях от электротехники до квантовой механики их способность представлять вращение колебания и сложные явления делает их необходимыми для моделирования и понимания окружающего мира путь комплексных чисел от их скромного начала в качестве воображаемых решений до их нынешнего статуса фундаментальных математических объектов подчеркивает постоянно развивающуюся природу математики это напоминает нам о том что даже самые абстрактные понятия могут иметь глубокие последствия для нашего понимания вселенной